Привет, друзья! Вы на канале Дневники Хирурга. С вами врач-хирург Кутепов Денис, первая категория, стаж работы 9 лет. И сегодня видео будет посвящено тем, кто наконец-то решил отнести свою драгоценную грыжу к доктору-хирургу, избавиться от неё. Но перед ним стал вопрос такой, который всегда стоит перед такими людьми. Как делать операцию? Какую операцию? Нужна ли сетка? Ставить ли сетку? Обычно доктор перед операцией, любой хирург, подходит и спрашивает, каким методом вы хотите прооперировать свою грыжу. То есть, нужно ли вам ставить сетку или нет. А если нужно, то какую сетку? Они тоже бывают разные. Я прооперировал, наверное, тысячу или несколько тысяч этих грыж, различных и пупочных, и паховых, и послеоперационных всяких. И теперь я вам всё расскажу честно, как на духу. Погнали! Значит, что же такое грыжа? Я уже рассказывал в предыдущих видео, но давайте повторим. Грыжа – это, по сути, дырка в твёрдой оболочке живота, в апоневрозе. В силу неких причин, которые вы можете посмотреть, опять же, в предыдущих моих видео, этот апоневроз расслаивается, разрывается, формируется дырка, и через эту дырку из брюшной полости в подкожную жировую клетчатку, под кожу, то есть в мошонку иногда у мужчин, вываливаются, грубо говоря, внутренние органы. В основном это кишечник, либо сальник, внутренний, внутрибрюшной жир. Так вот, суть операции грыжесечения состоит в том, чтобы зашить эту дырку. Но это можно сделать по-разному. Можно просто зашить, грубо говоря, вот апоневроз разошёлся, мы его сшили, и всё. Можно сделать дубликатуру из местных тканей, из краёв апоневроза, то есть уже не так зашивается, а зашивается вот так вот, в наслой, и получается уже более плотная защита. А можно зашить и ещё дополнительно укрепить всё это специальной полипропиленовой сеткой. Нужна ли она на самом деле? Если честно, любой хирург может зашить практически любую грыжу без использования всяких каких-то сеток, просто используя местные ткани. И этой грыжи не будет. Второй вопрос – это состояние апоневроза. Насколько он прочный? Если апоневроз прочный, то у вас, скорее всего, грыжи-то и, собственно, не будет. Но раз вылезла грыжа, то, скорее всего, апоневроз у вас недостаточно прочный, то есть он слоистый. А апоневроз, по сути, состоит из волокон, множества волокон, которые прикреплены друг к другу. Так вот, с возрастом, либо по генетическим причинам, по предрасположенности, этот апоневроз становится как старая тряпка. Все, наверное, знают, держали когда-то в руках старую тряпку, которая буквально, если её потянуть сильно, она расслаивается на волокна. Так вот, и апоневроз. Приблизительно у людей, у которых грыжа, апоневроз становится примерно такой структуры. То есть он вроде бы держится, да, вроде бы всё это полотно одно, но если его потянуть, оно расслаивается. А теперь представьте, если разорвать эту тряпку старую вдоль волокон, то есть потянуть, она расслоится, и потом взять и зашить её обратно. Всё, ткань, как бы целостность ткани будет восстановлена. Но что будет, если эту зашитую старую тряпку потянуть заново? Совершенно верно, она разойдётся. Но и разойдётся она, скорее всего, не в том месте, где зашили, то есть не в месте шва, а где-то в другом месте. Например, вот, как бы показать ещё на пальцах. Вот, здесь вот она разошлась, зашили её здесь, потянули заново, и она уже разошлась вот здесь вот, или вот здесь вот разошлась. Значит ли это, что плохо зашили эту тряпку? Конечно нет. Дело-то не в шве, и она разошлась-то не по шву, а в другом месте, может быть, там в полсантиметра от шва, может быть, в сантиметре, ну, где слабее, где тоньше, там и рвётся. То же самое и при грыжесечении. Апоневроз становится как старая вот эта волокнистая тряпка. Мы зашиваем его, и грыжи нету. Но при любом малейшем натяжении, натуживании, при резком движении пациент ни в коем случае не застрахован от того, что этот апоневроз разорвётся в другом месте, расслоится. И может быть рецидив грыжи. Да, возможно, этого и не произойдёт. Но какова вероятность того, что вы всю оставшуюся жизнь не натужите сильно, не сделайте какое-то резкое движение, я думаю, что вероятность минимальна. И поэтому грыжи при простом ушивании грыжевых ворот чаще всего появляются снова. То есть это так называемый рецидив. Через какое время это происходит, неизвестно всё индивидуально. Может быть, через 20 лет, а может быть, через 3 месяца. Что же происходит при операции, при которой используется сетка? Опять объясняю на пальцах. Вот он разошёлся апоневроз, вылезла грыжа. Мы зашиваем этот апоневроз и сверху накладываем как заплатку. Это полипропиленовую сетку. То есть это из специального такого материала, интактного, который не отторгается. И на него организм никак не реагирует. То есть нет реакции отторжения трансплантанта, аллергических каких-то реакций и прочего. Так вот, заплатка наложена. И получается, что все эти слои, весь этот слабый участок, сверху ещё закрыт этой сеткой. А сетка уже пришивается к паховой связке, к местам прочного апоневроза, который точно не расслоится. То есть закрывается весь слабый промежуток. И потом, что дальше происходит? Эта сетка, мало того, что она сама держит уже весь этот слабый участок, она ещё начинает прорастать. Между её вот этими клеточками начинает прорастать соединительная ткань, рубцовая ткань. И в итоге получается надёжный панцирь, который защищает уже весь этот слабый участок от растяжений и разрывов. Ну и, конечно же, как вы понимаете, это намного-намного надёжнее. У вашего апоневроза в этом месте появляется как бы суперспособность, суперпрочность. И даже неоднократно мы сталкиваемся с такими случаями, когда пациент после операции с грыжесечения с аллопластикой с сеткой попадает, например, на какую-то другую операцию, ну, случился у него там какая-нибудь непроходимость кишечная или перитонит, а до этого у него была наложена сетка на живот. И вот когда режешь, делаешь лапаротомию, режешь по этой сетке, эту сетку трудно даже разрезать скальпелем, то есть настолько грубые, плотные волокна образуются в области сетки. Так что если немножечко пофантазировать и допустить, что сетка была наложена на весь живот, то она может с лёгкостью защитить вас даже от ножевого ранения. Ну и, конечно, исходя из факта прочности, вытекают все плюсы операции с использованием сетки. Это тот факт, что можно будет поднимать вес более тяжёлый, не нужно будет уже так беречься. Конечно же, где-то месяц, месяца полтора рекомендуем всё равно поберечься, для того, чтобы вот этот топоневроз успел прорасти соединительной тканью и приобрёл всю необходимую прочность. Но в последующем уже можно поднимать, в принципе, намного большие веса, чем если бы сетки не было. А второе – это то, что вообще, в принципе, не надо так трястись над этой грыжей будет. Можно будет делать резкие движения какие-то, что-то наклоны, и уже не бояться то, что поневроз разойдётся. То есть вести более привычный активный образ жизни. Какие существуют страхи по поводу сетки? Обычные страхи у пациентов по поводу наложения сетки – это то, что она якобы будет колоть, колоться в послеоперационном периоде и потом. Это неправда. Сетка ничего там не колет. Она плотно расстилается по апоневрозу, пришивается и затем обрастает соединительной тканью, и она вообще, в принципе, отграничена будет от всех нервных окончаний вот этой вот плотной соединительной тканью. И ничего такого сетка не вызывает. И ещё один страх – то, что сетка может отторгнуться. Ну, как я сказал, сетка уже сделана из полипропилена. Это специальный такой материал, который не отторгается, не воспринимается организм как чужеродное тело. Но в редких случаях всё же такое бывает. Но, как правило, это связано с нагноением раны в послеоперационном периоде и с длительным пребыванием инфекции в ране ввиду вот этого самого нагноения. В таких случаях… Это случай бывает довольно-таки редко, я вам скажу. На моей практике был один, наверное, случай из тысяч прооперированных грыж, когда вот действительно было нагноение раны и пришлось сетку удалять. Делать повторную операцию через несколько месяцев и удалять эту сетку. Но, опять же скажу, это один из тысяч случаев. Как правило, сетка никак не влияет на заживление, то есть она его не замедляет и не является провокатором развития инфекции в ране. То есть как без сетки инфекция может в ней развиться при некоторых обстоятельствах, при низком иммунитете каком-то, при гематогенном забросе инфекции, из каких-нибудь очагов воспаления в организме, несоблюдение антисептики после операции и прочее. Как с сеткой, так и без сетки это может произойти. Тут от сетки вообще не зависит ничего. Так что сетку бояться не стоит. От неё, по сути, только плюсы. Ну, как бы последнее время большинство людей это понимает. И количество операций грыжесечений без использования сетчатого импланта с каждым годом всё уменьшается и уменьшается. И уже единичные случаи такие бывают, кто вот прям упрётся и говорит, что сетку не хочу, не надо. Теперь же перейдём к вопросу, какую сетку выбрать. Дело в том, что сетки тоже бывают разные. Есть сетки обычные. Они стоят не очень дорого. То есть, это просто пласт из сетки, квадратик, прямоугольник. Там разных размеров бывает. Без всяких наворотов. Хирург берёт этот квадратик или прямоугольник, вырезает индивидуально по размерам и по форме грыжевого промежутка. Каждому пациенту отдельно, индивидуально всё это происходит. Вырезает там овал или круг, в зависимости от грыжи. И пришивает его снутри апоневроза или сверху. Это уже как бы не имеет значения. А есть сетки со всякими наворотами. То есть, это сетки грибочком, там в форме грибочка. Саморасправляющиеся сетки, которые там вставляешь, и их даже пришивать не надо. Вставил, и они сами там расправились, как грибочек сформировался, всё это, и в принципе всё, можно оставить, даже не пришивать. Тут я вам скажу, что тратиться на такую дорогую сетку в принципе не стоит. Потому что это чисто удобство хирурга во время операции. Ну, я думаю, что хирургам несложно наложить там несколько швов. Пусть даже там 20-30 швов. Это занимает буквально там 10-15 минут. Чем переплачивать вам, причём большие деньги, такие сетки стоят в разы дороже. Грубо говоря, там если обычная по вашему размеру стоила там 10 тысяч, то такая будет стоить 40 тысяч. Вот, и переплачивать здесь абсолютно ни к чему. Они круче только, вот я говорю, удобством установки во время операции. По прочности никакого значения не имеет. То есть, хирург зашьёт вам так же прекрасно, без всяких проблем, обычную сетку. Ну что ж, надеюсь, что я объяснил доступно. Надеюсь, что я кому-то помог с выбором в его неопределённости. На канале будет ещё много полезных видео, поэтому подписывайтесь, друзья, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч, пока!